Продолжение следует... Было очень здорово, настоящий завод такой сумасшедший, какой-то заброшенный, с решеткой, через которую было невозможно пройти, кроме как по списку, по паспорту и по отпечаткам пальцев. Ну, в общем, мы представили там разные наши достижения за последний год, всякие фотопроекты. Ну, типа мы сделали 20 проектов за последний год, кто сделал меньше, кто не активист. Мы говорили о проекте «Право на борт» и показывали ролики, которые мы сняли за последнее время. Различных людей, которые представили нам свои высказывания, поддержку этого права, этого священного права личности. И рассказывали о тех проблемах, которые вызвали к жизни этот проект. К нашему сожалению, отвлекающий нас, конечно, разнообразной художественной деятельности, но тем не менее, очень важный и значимый в свете планируемых законов, законопроектов. Да, и к сожалению, запрет обортов, который сейчас обсуждается, только одна малая часть из того мезогеничного законодательства, которое озвучивается и принимается на протяжении последних лет. И мы считаем, что оно абсолютно неприличное, и что нужно планировать наступательные кампании и озвучивать то, что это не ущемление прав женщины, это ущемление прав человека. Такое, что это совершенно непогустимо в 21 веке, что мы не должны сказывать, что православный ряд. А я вот, например, ехала автостопом, и я, в принципе, много езжу автостопом, и когда я ехала сегодня, я сменила пятерых водителей. Но, в принципе, я их сменила, наверное, несколько тысяч за всю жизнь. И все водители задают один и тот же вопрос. Сначала они спрашивают, как тебя зовут, потом они спрашивают, замужем ли ты, и потом спрашивают, как тебя отпускать муж. Это говорит о том, что все мужчины относятся к женщине в первую очередь как к какой-то собственности, которая должна отдавать отчет о том, чьей собственностью она является, и почему она нарушает форму собственности, мне кажется, это очень показательная вещь. И я считаю, что все женщины, которые разделяют взгляды равноправия, разделяют взгляды феминизма, обязаны с этим бороться. Мы сегодня предприняли такую попытку поговорить об этом в таком общественном пространстве, представили разные общественные мнения, представили разные проекты, которые были посвящены этой борьбе женщин за то, чтобы отстать свое право на то, чтобы быть просто автономным субъектом, человеком, личностью, тем, кто делает волеизъявления, высказывания и так далее по своему усмотрению. Мы планируем об этом говорить в дальнейшем. Надеюсь, что уже не в таком печальном контексте, как атмосфера, нагнетаемая, обсуждаемым запретом обоих, а в более оптимистических контекстах. Но, тем не менее, это наша повестка. Вообще, в повестке у нас очень много пунктов, но если, в общем, это обозначить, как сказала Леда, это освобождение субъекта к женщине. Я считаю еще, что мне кажется, что сейчас у нас очень плохо все законодательство, но, тем не менее, существует множество протестных форм, и мы не должны ограничиваться протестом против каких-то запретов. Мы должны требовать новых прав и делать все, чтобы наша жизнь стала такой, какой мы бы хотели ее видеть. Все, что мы хотели бы пожелать нашим зрителям, это присоединиться к нам, или встретиться вместе, если кто-то уже борется на своих площадках, и объединить наши площадки в нашей прекрасной борьбе за равноправие, за то, чтобы люди не обижали друг друга, вне зависимости от того, кто из них какого пола, возраста, цвета и так далее. Мы хотим, чтобы люди могли что-то противопоставить ужасной машине, тому вписевшемуся принтеру, который мы с вами наблюдаем, и чтобы это что-то вдохновляло на создание каких-то прекрасных вещей, а не просто на то, чтобы тратить свои ресурсы на борьбу, как это происходит с нами сейчас. Мы надеемся, что когда-нибудь мы уже в равноправном обществе сможем заниматься чем-то более приятным, и менее изнуряющим, так что присоединяйтесь, мы с вами, привет! Продолжение следует...